Вознесение Господня Церковных праздников Это событие довольно подробно Описано у апостолов Что же тогда произошло? Суть праздника Заключается в том, что Господь после того, как неоднократно Являлся апостолом, беседовал с ними И засвидетельствовал Своё воскресение А потом на их глазах Вознесся на небо На иконе это изображается Обычно стоят апостолы И видят возносящегося креста С воскресшим телом И остаются Уже без него До его второго пришествия Это Такое очень важное событие И важное И радостное Хотя казалось бы, почему Только что их учитель Смертью смерть поправ Вновь находится вместе с ними Учит Уже практически состоялось торжество Воскрешение из мертвых И сейчас Если так по-человечески рассуждать Казалось бы, иди проповедуй И будет реакция гораздо более сильная Сильная, чем во время входа Господня в Иерусалим Однако Господь оставляет апостолов Почему? Для того, чтобы послать им Духа Утешителя Которого он Обещал им послать Еще вот В своих беседах Даже еще Перед крестными страданиями Если я не иду То отец не пришлет Духа Утешителя Этот Святой Дух Утешитель Он, собственно говоря Созидает Из апостолов Из учеников Сначала испугавшихся Разбежавшихся Потом все-таки Уверившихся в истинности Воскресения Созидает Церковь Христову Ту Церковь, членами которой Мы с вами являемся Часто Пятидесятницу Праздник, который будет Через 10 дней После Вознесения Называют днем рождения Церкви Но вот начало Все-таки рождения Самый первый момент Это Вознесение Спасителя на небеса И для каждого христианина Это еще Некое такое торжество Поскольку удостоверение Того, что Вот Господь С воскресшим телом Вознесся на небо Это удостоверение И нашего дальнейшего Также пребывания С Богом После всеобщего Воскресения Из мертвых Владыка, а что Происходило с Иисусом Христом После Воскресения И до Вознесения? После Воскресения Господь Несколько раз Являлся своим ученикам Наставлял их Удостоверяя их В своем Воскресении Являлся в воскресшем Преображенном уже Теле Которое Проходило сквозь стены Дверем затворенным Как это по-славянски сказано И Научал их Истинно Царствие Божие Продолжал их Учить До того времени Как он Наконец Покинул Их Мир До своего Второго На сервис Уже Страшного Пришествия Получается Что Господь После Вознесения Он Оставил Землю И людей Так ли это? Нет Вознесло Сейси во славе Христе Божия Наш Радость Сотворивый Учеником Обетованием Святаго Духа Извященным Им бывшим Благословением Як Атеиси Христос Избавитель Мира Как раз Вот Пришествие Духа Утешителя Это И Не просто Не оставление Людей И мира Это как раз Вхождение Бога Уже В самую Гущую Человеческого Общества И человеческой Истории Вот После этого После Сошествия Святого Духа Апостолов Мы Все Становимся Членами Тела Христова Не просто Церковь Как организация И как Некого Такого Сообщества Людей Одного Из многих Сообществ Но Именно Как Тела Христова Спасибо Владыка До свидания До свидания Уважаемые Зрители На протяжении На протяжении Многих Веков Каждый Год В день Памяти Святителя Николая Чудотворца На Никольской Горе В рабочем Поселке Сурское Собирается Множество Паломников Из разных Областей Сегодня Здесь Еще И участники Первого Крестного Хода В честь Святителя Николая Чудотворца В Симбирской Епархии За 4 дня Крестоходцы Преодолели Путь Из рабочего Поселка Языково До Никольской Горы В рабочем Поселке Сурское Каждый День Они принимали Участие В божественной Литургии Исповедовались И причащались Крестный ход Господь Посланом Испытании Для того Чтобы мы Почувствовали Его Без уныния Без ропота Без Несмотря На холод На снег На дождь Все прошло У нас благополучно Никто не роптал Не сомневался Непростые погодные Условия Не смогли Помешать Крестоходцам Всю дорогу Они прошли С молитвой И сегодня Благодарят Господа Что удалось Преодолеть Полностью Весь маршрут Крестный ход Прошел Отлично Вообще Я даже Не ожидал Что За 4 дня Мы Получим Столько Положительных Впечатлений Эмоций Столько Радости Я сам Из Саратова Земля Симбирская Это Ну вообще Тут люди Замечательные Добрые люди Нас везде встречали Очень хорошо Во всех селах Где мы были В храмах Приходили местные На службу Вставали Когда мы шли По трассе Вставали под икону Выходили из машин 22 мая В день перенесения мощей Святителя Николая Измирликийских бар Митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин Совершил божественную Литургию В часовне На Никольской горе Согласно преданию В 1552 году На промзино городище Так раньше называлось Это село Напали враги Однако их наступление Остановило видение И приятелем явился Сам святитель Николай Преграждающий путь Позже на этом месте Была обретена Икона святого Которая вероятно Была уничтожена В советское время В 1996 году На месте обретения Иконы Была построена Часовня И дважды в год В дни памяти Святителя Николая Здесь совершаются Богослужения Владыка поблагодарил Участников крестного хода И рассказал об истории Этого святого места Я хотел бы Сердечно Приветствовать Всех вас Дорогие братья и сестры Поблагодарить Все кто собрался И поддерживает Эту традицию Собрался сегодня Сюда На эту гору Для того чтобы Помолиться Святителю Николаю И хотел бы Особо приветствовать Первый в нашей Епархии В этом году Крестный ход Который шел Пешком От Языкова До Сурского Четверо суток Небольшое Время расстояния Но все же Первый опыт Я думаю Он будет Успешным И будет продолжен В следующие годы По окончании Литургии Был совершен молебен Святителю Николаю Чудотворцу О всеблаги Отче Николая Пастырю И учителю Всех Верою Притекающих К твоему Заступлению И теплою Молитвою Тебе призывающих Сергей Николаев Владислав Фролов Симбирская метрополия Долгое время Собор во имя Живоначальной Троицы Являлся украшением Города Симбирска В 1936 году Он был уничтожен Советской властью Сегодня Напоминанием Об этом величественном храме Является лишь Поклонный крест На Соборной площади Он строился В честь Победы Русского народа В войне Над Наполеоном 1812 года И Такая Традиция В православной церкви Что На какие-то Значимые события Всегда строились Либо храмы Либо часовни И вот этот храм Как раз и был построен В честь Вот такого Знаменательного события Он был заложен В 1824 году Когда здесь присутствовал Император Александр I И вот Кстати Почему-то забываем Что Именно этот Троицкий Кафедральный собор Изначально строился Как храм В честь Александра Невского Потом он был Вот переименован Митрополит Симбирский И Новоспасский Лонгин Совершил молебен У Поклонного креста На месте Разрушенного Кафедрального Троицкого собора В день 190-летия Прибытия На Симбирскую Кафедру Первого Архипастеря Архиепископа Анатолия Максимовича На богослужении Присутствовали Заместитель Губернатора Ульяновской области По внутренней политике Александр Коробко Глава города Ульяновска Дмитрий Вавилин Директор Благотворительного фонда Доброе дело Игорь Любченков Настоятельница Спасского Женского монастыря Игумения Сергия Сестрами И прихожане Симбирских храмов По завершении Молебны Илитии Митрополит Лонгин Обратился К собравшимся Мы с вами Собрались Сегодня здесь На месте Где когда-то Находился Разрушенный Троицкий собор Главный храм Симбирской губернии Игорь Нашего города Для того Чтобы Помолиться Сегодня В день Когда 190 лет Тому назад Сюда В Симбирск Приехал Первый Симбирский Архиерей И архиепископ Анатолий С этого дня Началась История Симбирской Архиерейской Кафедры Сегодня Мы Поблагодарили Бога За то Что Господь Нам дал Потому что Для христианина Очень важно Благодарить Бога За все И за скорби И за радость И за достижение Успеха И за провалы И падение Тоже И Помянули Вот этих Вот святителей И также Всех тех Кто Строил Этот храм Потому что Строился Он как и многие Храмы на Руси Всем народом В этот же день В Воскресенском Храме Ульяновска Митрополит Лонген Совершил Панихиду По первому Архипасторю И всем Потрудившимся На Симбирской земле Участниками Богослужения Стали жители Города И православные Молодежь Затем Была совершена Лития На могиле Архиепископа Анатолия Архиепископа Архиепископ Анатолий Принял священный В 1842 В 1842 году Архиепископ Анатолий Ушел на покой И последние Два года жизни Провел в Сызране В Вознесенском Монастыре Где и был похоронен При храме Феодоровской Иконы Божией Матери В 2004 году Благодаря Деятельности Преснопамятного Протерея Алексея Скалы И благодаря Конечно же Владыке Проклу Тоже Преснопамятному Его Останки Были перенесены В наш город Симбирск Ульянск И перезахоронены За алтарем Храма Воскресения Христова На Воскресенском Некрополе Города Сегодня Сохранение памяти О первом архипастере И разрушенных храмах Симбирска Является важной задачей Для верующих Чтобы ошибки прошлого Не повторились в будущем А имена верных Служителей церкви Передавались потомкам Сергей Николаев Владислав Фролов Симбирская метрополия Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...